Внимание друзья, мы с вами вместе, сегодня у нас особый разговор, у нас сегодня особый фильм Итак, мы многого достигли, особенно такие авторитеты, как Байкала, как Бодлер, Бородич Про всех я подробно говорил, многое говорил, но остались какие-то недосказанности, какие-то темные углы, темные в неплохом смысле, а наоборот, не освещенные интересом современной науки Даже науки, я многое, вы знаете, как я нападаю на науку, страшно, потому что она стала, потеряла в свое время авторитет, потеряла деньги, обнищала и влочи жалкое существование даже сегодня Вот, я хочу осветить все темные углы Прежде чем, кто-то когда-то сказал, что, не зная прошлого, у нас не будет будущего Вот, или это будущее будет ошибок на дело, кстати, что мы и делаем Итак, статья, которую можно назвать авторитетной Семидесятый год, журнал ЗСДВ Интересно, где этот журнал однавался? Вот, и статью эту написано в Байкала Вот Агроном-питомник Аскизского в лесокомбинатах Акаско-Тудовомости Вот, давайте ее почитаем, это очень-очень важно Косочковой культуры, пишет Байкал, произрастающий в открытой форме в садах Сибири Представлены только одной уссурийской сливой Представляете, 70-й год, я сюда приехал В 84-м Да, Байкал, все узнать не мог В Савиноборск в это время Былся резко в считанные годы в лидеры всей России Да, вот И уж у ссурийской сливы было так много Вот И Так как климат моего района Это имеется ввиду Кусочек Шушенского района И кусочек Бейского района По главе с городом Савиноборском и его окрестностей Вот А представляете, я знаком с 85-м Это получается Резко вошел в эту тему А еще в 70-м Все было настолько грустно Вот я после такого комментария Читаем дальше Насколько все было грустно Вот Итак Только одно уссурийское слива Ну, конечно Речь о кодческих культурах Семечка, что там уже было Такие, как абрикос, вишни и другие В открытой форме Не выносит застоких морозов Зима в Краснодарском крае суровая Бывает, когда ртутный столбик Опускается ниже нуля До 52-й отметки Снежный покров в степной зоне Хакасского тонновой области По годам Едва достигает 5-8 сантиметров Чаще всего тут совсем Вот это оказывается я С 85-го года Когда навел участок И начал хозяйничать Сразу пытаясь Быть на невиданный уровень Вот я сталкивался тем Что снега нету Вот он это подтверждает Что оказывается никогда и не было Так Лето наивенькое Гаркое Засушливое Тоже Насадков мало В среднем 190-260 Миллиметров в год В таких резко-континентальных условиях Было решено начать работу с абрикосом В основу было положено учение И.В. Мичурина Вот С этой целью собирались косточки Самых различных снатопов Бактерио-абрикосов Из европейской части страны Все попытки Вырастет растение Оканчивается Удачей После первого Переземка Есельцы погибали От мороза Вот так вот То есть Речь шла О культурных абрикосах Наряду с обыкновенным Абрикосом Высевали Скорские диких Видов Сибирского Назовского абрикоса В диком виде Эти родовидности В нашем крае Не произрастают Эти родины Забыкалия Приморский край Монголия И Северный Китай Косточки этих видов Кабрикосов Мы получили Из Алану Де И Мадо Хамаровск И других Меддальевосток После двухмесячной Сортификации Косточки каждого вида Были разделены На две партии Для посевов Вдруг В совершенно различных Участках О Представляете Здорово Первая партия Косточек Была посеяна На сухом Ровном Открытом Участки Номер раз Близким залеганием Галичника В общем Около метра Вторая На низином Участке Номер два Глубина залегания Галички Галичника Превышала Три метра Сразу скажу Хакасия Это дно Бывшего Это я От себя Дно бывшего Морского Огромного Водоема Это бывшего Море Отсюда Галичник Во многих Местах Прям по нему Ходишь Гравия Нет Гравия Это Голоса Нуль Так По всем Произвели Весной 63 Года С таким Расчетом 63 Это значит Еще раньше Чем Появилась Статья Чтобы В дальнейшем Сельце Не пересаживать О Уже С тех Пор Видите А то Вот 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 Значит Маулин Утверждает Что это Его Идея Что Это Его Открытие Что Принято Кстати Он прав В том плане Что Принято Выращивать В питомниках А потом Рассаживать С целью Например Распытывать То есть Как часть Селекции А он Маулин Его Директор Мирского Института Церебницкого Института Против Он Сделал Открытие Что Их Нельзя Сожелать Их На новом Месте Вращивать Оказывается Я не Претендую Я раньше Начал С этим Работать Он Начал Работать С моих Сельцев Вот Я начал Раньше Я тоже На это Не претендовал Но Мне Тем более Приятно Было Видеть Что Это Не он Открыватель Я Открыватель Железов Открыватель Или Один Из Открывателей Байкала Иван Леонтьевич Посев Произвели Весной С Таким Расчетом Что Это Это Ценей Наблюдение Правильное Все Делось Хотя Явно Что Не Помогло Но Чем дальше Убедимся Но Всегда Кто-то Должен Должен Делать Первый Шаг На Первом Участке Посевные Ленты Мульчировали Перег Дноем Сходы Были Дружные В течение Лето Поливни Презводили Тут Я сразу Скажу Что Поливни Презводили Это И Правильно И Правильно Потому Что Абрикос Особо Тополев Не Нужна Новички Могут Попасть Совсем Сухую Зону Тем Более В засухе Зима Без Снега Земля Пролезала На Метра На Два Вот Но Бывают Другие Причины Не До Полива Некогда Поливать Нечем Поливать И Такое Мол Это Это Уже Факт Что Именно На Первом Участке Поливы Не Производились А Вот То Что Эмульчировали Перегной Я Железов Который Специально Производил Посадки Причем Я Делал Так Что Эмульчировал Перегной Да Где-то Эмульчировал Но Я Еще Удрялся Посадить Чистый Перегной Я Хотел Посмотреть Какая Роль Убедился Что Смертельная Роль Вот Но Это Ладно На Первом Участке Роль Сеется Умеренным Который Они Имели В Среднем Это Который Что Получается Близкое Залегание Галичника Вот Сажен Перегной Это Так Перегной Был На Первом Участке Так Роль Умеренный Который Имели 30-40 Сантиметров Это Очень Мало Лист Опал От Своевременно На Втором Участке Сеется Рассеет Сивнее Они Взиму Сне Парш Листой Второй Участок Это Где Более Увлажненный Незинный Тоже Ничего Хорошего На Бой Участке Сеется Болежка Аглекоса Несколько Пережали Род Сеется Сибирского Вот Я Вам Сразу Скажу Расшифрую Считается Что Сибирский Сорт Сибирские Сорта Это Значит Дамыкальный Дальний Восток Это Чистый 100% Декарь Невысокого Роста Цитирует До 3 метров Чуть ли Не кустарник Никакого Интереса Не представляет Потом С ним Намучился Казмин И оставил Отрицательный Отзыв Аглажурский Абрикос В горах Это Читый Кустарник Но в низинах Это Гигантское Дерево Якобы Не мерил До 30 метров Якобы Но фотографии Вот такие Вот я видел Вот Такими Основаниями Штаба И огромными Урожайами Это да Из Культурных Садах Рекордсменов Считается Мой Баджурский Абрикос Вот По четырех Отажный дом С плодами Отдельный урожай До 40 Ведет Вот И согласитесь Что сравнивать Их не надо Сибирским Поэтому повторяю Эту же фразу На обоих участках Семьцем Абрикоса Несколько Пережанеров Семьцем Сибирского Первая Перезимовка Не оставил Заметных следов На обоих участках Подмёрзли Лишь в верхушке Побега На втором участке Семьцем Баджурский Ведущий Первого лета Обратил на себя Внимание Один из своих Более культурных Видов Вот Заметьте Один из сотен Один Отличался От других Отсутствие мелких Разветлений Крупными Густыми листьями Более толстыми Побегами В осенью В 64-го Года Этот семьц Получивший Учет 7-62-2 Перенесли На первый участок С целью сохранения Так как Ненадежность На участке 2 Вы помните Это сарай Низина Начала возрастать Это подтвердилось После следующих Перезимов Растения Семьцем Подмерзали И наблюдался Большой Выпад Семьцем Причина Очевидная Земля Здесь Наташа Младен Просто затягивается А невызревшая Довесина Обмерзает Весной 64-го Года На участках Тунарин-2 Были Подведен Посев Осочек На Боих участках От семьцев Первого Поколения Абрикоса Слата Луча Мичунинский Полученный Из Бурятского Батистанции То есть Это что С нуля Начинаем Дальнейший Развитие Отвечался Семьцев Диких Мин Ага Значит Такое Что он Был Культурный Лучше Мичунинский На участке Номер 2 Они так же Все плохо Чувствовали В осени 66-го Года На втором Участке 815 Семьцев Запомните Зифру Сибирского 966 Манджурского Тут Был Говорит Тут По 1000 Тут По 1000 205 Ключев Мичунинского Сохранилось 143 Это Получается Неплохо 128 Это Хуже Сейчас Хуже И 25 Из Как я Не догадался Если разделить Так 815 Ну Поделить Получается Один из Пяти Пяти Шести Так А если 205 Разделить Ага Все-таки Лучше Мичунинское Выжило Больше всех Один из Девяти А там Из шести Ладно Это я умею И эти Сельцы Имели Болезненный Вид А после Приземовки Все Погибли Вот вам И Акасия Вот он И себе Имея Хороший Дренаж Из Галичника На первом Учатке Все Сельцы Абрикос Вегетацию Закончили Своевременно И не Имели Существенных Повреждений От Низких Температур Погоди Уже Все Погибло О чем Мы Говорим Суровую Зиму 64 67 Года У всех Сельцев Подберут Только Однолетние Побеги А Мясо Растения Бедно Цвели И Полноносили Цветет Абрикос Рано В зависимости От погодных Условий Сейчас Светение 1 мая 69 20 мая Так Что-то Мне Непонятно Все Которые Сохранились Эти Сельцы Мели Что Я Должен Тут Понимать На второй Год Погибли Те Которые Сохранились На второй Год А тут Что-то Жизнь Продолжается Только Подверзли Цвели Ладно Посмотрим Может быть Вы сами Потом поймете Тексты Перед Вами Ранее Светение Создает Опасность Гибели Цветков От Возвратных Замослов Чтобы Оттенуть Светение В конце Обыта В 67 В 69 Годах В конце Февраля Площадь Занимаем Этус Сельцами Залили Водой Чтобы Оттенуть Светение Урожай 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 Шестилетних Севцев Сектор Групп Калибрится От Получается 250 Грамм До 750 Грамм На Одно Дерево Плоди Мелкие Мякоть Сухая Твердая Горькая Мелкие Мякоть Сухая Твердая Горькая Устала Горькая Как И Большое Положение Когда Они Уже Погибли Так 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 Я Продолжаю Читать Получитесь Это Как Детектив Так Начали То есть Плоды Мелкие Сухие Начали Созревания Растрескиваются Это Тоже Очень Минут Большой Плодам Даже Для Переработки Плоды Даже Для Переработки Непригодно Так Я Надо Быстро Глянуть Что Прошло Зай СМВ Пишевое Напряжение Это Заметно Меньше Минут Продолжаем Продолжаем Плоды Плоды Даже Для Переработки Негодны Высота Сенция Это 22-22 Метра А так Перед Плодношение Сенция Вступает Рано Через 2-3 Года После Посева Костик Это Плюс Пересадку Переносит Болезненно Вследствие Чего Значительно Оттягивается Вступление Впор Плодношение Вместе С этим И Отбор Среди Сенция Второго Поколения Прикос Волучий Матюринский Нарусевский 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 Первое Лето Их Жизни Был Отобран 1 Получивший Счет Номер 263 1 Так Про Учет Наверное Мы уже Говорили Ну-ка Сейчас Посмотрим А нет То Совсем Другой Был Того Из Этих Из Матюрских Так Этот Сенец Подвергался Средскому Обратный Рост О Это Круто Средственно Пенек Производили Весной Перед Началом Сокодвижения Дважды 65-66 Году Удобрение До этого Сенца Как до Сенца Того Самого Помните Семь 62-2 Вносили Весной Из-за Расчета 7-8 Кг Органических 70 Грамм Косморных 30 Селит 20 Калин Соли 200 Грамм Извести На 1 Квадратный Метр На 1 Квадратный Метр В течение Лето Пофе Мульчировали Перегнаем Производили Периодические Полив Нет Ребята Я вот что скажу Когда-то Это ведь Не просто так Это было И до Это было И после Это все Знакомо Это все Задается Суперфосфат И органику Вот И калийные Соли Извести Все задается Это огромный Минус Как задавать Вот Посадили Проколом Здесь Ни слова В основном Расыпьте Все Что хотите Только Ради Бога Я Был Дякорний Вот Я Обязан Это Мое Право Иметь Своё Мнение Пусть Я позже Пусть Я Обладаю Таким Акторитетом Как заслуженный Городом Байкала После 50 лет Жизни Всего Его Жизни И 40 Моей Пройдем Дальше В течение Лета Почву Мучерли Переглоем И Производили Периодический Полив После Срезки Надземной Части Вы поняли Что такое На обратный Рост Осенью Ростал Новый Хорошо Развитый Кост А зачем Это Надо было Делать Вот С ума Сойдешь В конце Августа Производили Прищипку Побегу Я Противник Прищипки Старайтесь Не прищипывать Потому Что В августе Начнется Как Прищипнули Ладно Там Весной Вырезали Полностью Бог с ним Он Вырастет И еще Успеется Но Когда Это Случается В конце Августа Это Страшная Трагедия Тут Отщипнули А тут Проснулись И все А впереди Зима Помните Безус 52 Так После Так После таких Операций Сеяние С благополучной Перевесили Зимовку Погодите 67 Он Засвел Характер Благодаря Показано На фото Средняя Величина 23 Грамма Акрас Кажутова-тараджа Мякоть Суховатая Небольшой Горечи Компот Хорошего Качества Урожай В шестилетии Возраст 4,5 Кг Как и Всем Другим Сеяние Вы требуется Перекрестное Пыление Зимостойкость Хорошая Среди Абрикосов Сибирского Врида Сеяние Скультурных Признаков Найдено Не было Заблаговременно Пересаживаем С большим Компом Земли Сеяние С 7622 Это Точность Которая Маджури Помните Не Мечуринца А Маджуриц Хорошо Перенес Пересадку И в дальнейшем Перезимован На уровне Сеяния С мета Участка Замеченные Признаки Культурности Полностью Оправдали Себя Среди Оставленных Контрольных Сеянцев Ярко Выделяется Степень Культурности Своих Чистых Без Кавычек Ветвей Они Более Крупные Чем У диких Сеянцев Плоди Оранжевой Краски Средний Вет 30 Грамм Мякоть Сочная Сладкого Вкуса Выражаем Семь Рядь Те 4 Гилограмма Да Видимо Паять Было Некого Хорошая Этот Сеянец По всевероятности Является Естественным Гибридом Маджурска Абрикоса Сабыкновенным Откуда Взялся Обыкновенный Вот Светение Сеянца 2-6-3-1 Это Который Мичуринский И 7-6-2-2 Это Маджурский Начинается До 2-3 Дня Позднее Дихий Это Кстати Большой Плюс Получили 2 Отборные Сеянца Послужить Исходным Требом Для Зарейшей Северции Итак Начиналось 815 Сибирских 966 Маджурских 205 Мичуринских Вот Закончилось 2 1 Маджурский 1 Мичуринский Вот Это Ребята Даже Если Не вникать Почему Здесь Вроде 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 А потом Вдруг Что-то Чего-то Не погибло И дошло До посветения Это Может быть Как-то Какая-то Невязка Но Бывает Может быть Я что-то Не понял Вот Я сейчас Не буду Уникать В это Дело Я Подвожу Итог Итог 900 800 700 8000 Это Немало Знаете Что такое 2000 Сказать Это Если Садить Нормально 6 на 5 Гектара 6 7 Да 6-7 Огромная Работа Вы На Две Штуки Это Еще И потому Значит Смотрите Здесь Практически Хотя Сказали Про Температуру Сказали Про Почву Но Это Слабое Место Любой В данном Случа Это Должно Было Отбить Охоту Куда Саваться Конечно Это Дело Науки Агроном Агроном Питомник Питомник Лесокомбинат Значит Это Было Болстом Лесокомбинат Занимается Обычно Чем Вон Как Этот Самый Вачевский Лесхоз Пожалуйста Березы Вырастили Дикие Груши Вырастили Так Их Выращивали Не Еды А Как Декоративные Вот Ну Видел Я Еще Других Можемерники Видел Голубой Ели Видел Ранетки Тоже Выращивали Это Но Абрикосы Скорее всего Это Было Байкал Фанатик Таких Тогда Было Единица На Всю Россию Вот Уникальный Человек Значит Если Бы Не Одна Вещь Я Полностью Бы Принял Все Что Он Пишет Вот Там То Что Очень Влияло На На Эти Самые Тогда Не хочу Я Переходить На Личницы Пальшем Тыкать Закапали Очень Глубоко Ходжики Очень Вот Да Уж Так Не Переходя То В то Время Это Было Нормой Откапывать Очень Глубоко Ходжики И В В В Дальше Время Сцепился Я Или Со Мною Сцепилась Ведущий Априкасов От Косковского Ботанического Отсада Вот Бед Да Знаю Железов Молос На 5-6 Это Ошибка А я Все равно Наставил Что Заглубляет Коски Априкасов На 5-6 Сантиметров Страшнейшая Смертельная Ошибка Чтобы Вот Именно Знаете Как Мечерина Саз Штилис Говорил Что Запоминает Сверху Последнюю Запомните Закопка Коски Птица Символическая Ну Полсантиметра Три Минеметра Вот И если уже Зону Закопали Глубоко Пересаживать Обязательно Потому Что Пересадка Его Спасает Так Как У него Хорошо Видно Граница Символя Воздух Видно Кобирует Шейку Четко Видно Именно Априкас Это Спасает Вот И Если бы С самого Начала Садили Правильно У них Получалось Бы так Схожей Была бы Хуже Глубокая Посадка Там Пятидесяти Сантиметра Как Это Самое То Реми Рекомендовалось И Выполнялся Там Было Влюзней Сырее А Стоя Проклются Они Прекрасно Всходили А вот Если бы Посадили бы По Железному Подчеркиваю По Железному Потому что Самый И фанатик И Самая Крайняя Занимая Позиция Самая Здоровая Абрикосы Которые Вообще Росли Росли А всходили Будущие Незакопанные Но Зато Гибель Очень Большая Выше И прочее Вот Хотя бы Символическая Посадка Тогда Здесь Было бы Так Мы Насчитали Здесь 815 966 205 Ну 2000 Вот Возможно У них Видите Как Вот Они Первые Цифры 140 28 25 Год Прошел А у нас Было бы Допустим В Санкт-Петербурге Правильно Делали 2 месяца Вот А у нас С вами Если бы Они же Если бы Не закапали Глубоко В них 2000 Возможно Зайти Допустим 500 Допустим 500 Я беру Даже Совсем Близкие Цифры Даже Перемашиваю Но Из этих 500 Потом И 2 Нашло бы Это по отношению Вот И 2 И даже Тоже Скамплируйте Хотя бы 20 50 И тогда Было бы Действительно Рванусь Вперед Вот Тогда Чтобы Нам не пришлось Сначала После Этого Почему Потому что Байкалов Когда-то Федер Его Переданность Науке Привела К тому Что Он стал Директором Знаменитого Ягусинского Ягусинского Государственного Ну и Гладопитомника И главное Научего Учреждения Опытное поле Называется Вот Он там Работал Потом уже Работал На своем Личном Участке Ближе К старости Добился Несколько Уникальных Сортов Абрикосов Типа Если Вернистр Это Сорта Байкалова У меня Была Когда Понедельник 17 У меня Была Этот Самый А Вот Она Да Только Ну-ка И Мне Мой Товарищ Тотар Прислал Тотар Тотар Прислал Мне Эта И Эта А я Вредный Я Все Не Иду Вот Тотар Прислал Мне Вот Эта Фотография Сейчас Уже Я Показываюсь Моими Моих Учених О Видите Вот Что Превращается В Эта Причутка В Руководстве Эти Самых Ветеранов Смешанного Сана В общем Семец Преображается Вот Мои Песеньки Когда Когда То Саживаются Соргер Железа Так Тотар Вот Вот Смотрите То есть Вот Вот Выглядит Специально Круг Вот Так Выглядит Вот Эти Сибирский Один из Сортов Имеет Исторг Думанитого Сибирского Содовода Байкалова Иван 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 Иванович Вот Так Друзья Ну Вот Еще раз Давайте Нископоклонимся Человеку Который Начинал С Таким Трудовым О Нет Сейчас Возвращаться Куда Возвращаться Куда Возвращаться Давайте Я вам покажу Иван Лидж А хотите Сейчас Здесь Фотография Так Это Сибир Это Сюда Сейчас 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 Мы будем Заканчивать Мы уже Поняли Если Вот так Недоверчиваем Мне это Значит Раз И шашки Не махал Вот Наоборот Нископоклонюсь Нископоклонюсь Такому Уникальному Человеку Вот Сейчас Пару Нет Ага Вот Значит Смотрите Вот Они Уникальные Фотографии Незадолго До Его Кончины Вот Иван 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 Интервью Берет Наш Общий Друг Кульдем Иван Иванов Вот Вот Так Вот Еще Я Поменял Памерю Бородище Вот Это Современец Того же Пайкалова Вот Видите Вот Видите Ну что Еще раз Нископоклонимся Великому Суноводу Помните С чего Началось Да Еще Где В Московском районе Потом Случилось Чудо Помните Статья 70-й год Опыт 60-х Годов А В 75-м Перекрытии Нисей И Получилось Новый Уголок Уникальный По своим Природным Качествам Именно Здесь Абрикос Пришелся Тут Рокот Байкалов Тут Его Сорта Тут Вторая Волна Садоводов Вот Вот Она Эта Волна Хотите Покажу Вот Татьяна Николаевна Ростовская Уникальный Человек Вот Такие Люди Это Просто Чудо Они Люди Бодер Борисович Наравне С Байкалом Я называю Гением Себешкин Гением Вот Так Вот Еще У меня Есть Еще Есть Еще Есть Еще Есть Оборудич Я показал Вот Кстати Своим Персиком Видите Мы Куда Двинулись Это Мой Персик Мой Я Сами Подавил И Еще Хотел Показать Знаете Кого Так Сейчас Скажу Сейчас Скажу Пильтянского Это Чтобы Уже Никому Обидно Не было Еще Один Уникальный Чех Той Пары Это Тоже Первая Волна Ну На этом Друзья Позвольте Закончить Позвольте Позвольте Эта Статья Она Уникальна Она Не Для Всех Так Она Не Для Всех Я Назову Это Фильм Для Изборных Судьбой До Свидания Друзья Субтитры 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 Продолжение следует...